В Тюменской области начался новый виток развития геологии и промышленности. Правительство региона и компания «Газпромнедра» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает привлечение тюменских вузов и заводов к деятельности компании. Александр Гришаков продолжит тему. Север полуострова Ямал, арктический шельф, сложные климатические и геологические условия. Это вызов для российских газовых компаний, которые активно занимаются изучением и разработкой недр. Нужны новые технологии и профессионалы. Компания «Газпромнедра» нашла их в Тюменской области, которая исторически ориентирована на оказание нефтегазосервисных услуг. Проект соглашения с правительством региона предусматривает сразу несколько векторов развития. В первую очередь это научно-техническое сотрудничество, это сотрудничество в области инновационных технологий, это сотрудничество по развитию партнерских отношений с предприятиями Тюменской области, плюс большая программа, которая заключается в обучении студентов, прохождении производственной практики. Компания «Газпромнедра» – это 4,5 тысячи сотрудников, 7 территориальных управлений, 14 производственных и научно-производственных филиалов. Они расположены в основных газодобывающих регионах России. Один из головных офисов находится в Тюмени. Компания уже 7 лет сотрудничает с Тюменским индустриальным университетом. В качестве подрядных организаций привлекают более сотни компаний Тюменской области. Здорово, что благодаря вашим высоким требованиям вы их подтягиваете до более современного уровня. В этом, на мой взгляд, одна из наших основных задач, когда компания-лидеры формируют технологическое задание, свои вызовы для компаний, которые уже на авторсинге точно занимаются узкими проблемами и решают их быстрее и эффективнее. Подписанное соглашение – это взаимовыгодный проект, отметил глава региона. И предложил компании «Газпромнедра» присоединиться к нефтепромышленному кластеру, который создан в Тюменской области для разработки и внедрения новых технологий в нефтегазовой сфере. Александр Гришаков, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.